давайте рассмотрим способы которые уже можно применить в практике имея подручные средства то есть первый способ это необходимо взять примерно 1-2 литра силикагеля так называемого влагопоглотителя силикагель это гранулы обычно может видели в упаковках по бытовой технике часто такой вот силикагели укладывают в обувную продукцию в обуви такие вот маленькие пакетики а так вообще это гранулы специального вещества которые способны поглощать влагу и удерживать ее каким образом можно определить с помощью силикагеля то есть силикагель тщательно высушит в духовке и засыпают в глиняный неглазированный горшок горшок тщательно взвешивают желательно конечно на аптечных весах заворачивают в плотную ткань можно использовать несколько слоев нетканного материала и закапывают в земле где предполагается рыть колодец или бурить скважину глубина закапывания примерно полметра через сутки горшок выкапывают и снова взвешивают чем больше он впитал воды тем ближе вода и тем ее больше если использовать несколько таких горшков можно сначала сильно сузить место поиска воды а затем уже повторным закапыванием определить его достаточно точно в качестве влагопоглотителя можно также использовать обычный кирпич из красной глины я думаю многие сталкивались именно вот с таким кирпичом он тоже хорошо впитывает влагу разумеется каждый кирпич следует взвешивать персонально тщательно записывая сколько весит кирпич закопанный в том или ином месте до и после закапывания и уже на основе полученных данных можно судить в каком месте вода наиболее близко ну и еще один способ он будет конечно самым надежным но самым дорогим это уже разветочное бурение это самый как я сказал надежный способ дающий стопроцентный результат то есть обычным садовым буром можно даже самодельным с наращиваемой ручкой сверлить разветочную скважину глубиной где-то 6-10 метров когда вы наткнетесь на водоносный слой и присутствие воды в скважине станет очевидным бурение можно прекратить и принимать решение что строить колодец или скважину при выборе учтите что срок службы колодца и скважины примерно одинаков несколько десятков лет при бережной эксплуатации и уходе чем глубже расположена вода тем больше доводов в пользу скважины особенно если в грунте немного камней могущих существенно конечно усложнить ее в времени условной глубиной можно считать 10-15 метров до этих глубин и при незначительном расходе воды предпочтительнее колодцы если вода глубже проще конечно сделать скважину место для колодца или скважины должно быть не ближе 25-30 метров от источника загрязнения что относится к источникам загрязнения это мусорные либо компостные кучи бани септики или дренажные траншеи и ямы если скважина или колодец делается на склоне следует отвести от нее талые и дождевые воды следует также исключить возможность попадания в колодец любых предметов и воды извне проще говоря источник воды должен быть надежно закрыт крышкой которая открывается только по мере необходимо украсить и процентам лук 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 Продолжение следует...